Большая находка. Правоохранительные органы накануне поздно вечером изъяли 60 килограммов кокаина. Наркотики везли в Латвию под видом угля. Злоумышленники успели растаможить груз и даже заплатили налог. Диана Хадулина выясняла, как им это удалось и кому здесь груз был адресован. Старый ангар на берегу озера Югла в Риге. Официально имущество Рижской думы, которое она сдаёт в аренду. С виду обычные мешки угля для барбекю. На самом же деле каждая пятая упаковка – тайник для наркотиков. Угольная пыль повсюду. Работники полиции в костюмах, масках и перчатках аккуратно разрывают пакет за пакетом и с двойного дна извлекают наркотики. Наркотики хранились вот здесь, вот в этом ангаре. О том, что накануне здесь проводились оперативные работы, свидетельствуют разбросанные перчатки, а также тест на наркотики. Сейчас же ангар закрыт, поставлена пломба. Контейнер с наркотиками прибыл из Парагвая через зарегистрированную в Литве компанию, владельцем которой является гражданин Латвии. Три человека задержаны. Преступники постарались. Упаковки с кокаином были обработаны специальным веществом, так что даже кинологи с собаками их не обнаружили. Преступники уже, наверное, предугадали или тщательно изучали работу таможни, потому что при таможенной проверке, при скейнере, какие-то двойные дны не были идентифицированы. Мы не можем ничем упрекнуть наших коллег. Если вы видите состав и тонкость этих всех упаковок, то это было скрыто в двойном дне упаковки для угля. Улов рекордный. В 17,5 тоннах угля спрятано 60 килограммов кокаина стоимостью почти 6 миллионов евро. В полиции говорят, скорее всего, белый порошок должен был осесть в странах Балтии, а это примерно 100 тысяч доз. Чтобы задержать группу контрабандистов или незаконных отмывателей денежных средств, нужен как минимум год. Ведутся скрытые работы, оперативные действия. На это всё нужно время. А потом ещё и следствие, которое может продлиться год-два. По факту контрабанды наркотиков начато уголовное дело. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы. Диана Хадулина, Айни Скупч, Латвийское телевидение.